Энтропизира Прайсинг. Если забегать на будущее, то это довольно спорная модификация, но меня очень сильно просили сделать по ней ролик. Вот большая часть комментариев в собственном ютубе, в комментариях в моём телеканале, и она даже победила в голосовании на тему, какой вы хотите следующий ролик. Ну, раз вы хотите, то без проблем, получайте обзор на Энтропизира Прайсинг. Начинаем с базы. Что такое Энтропизира Прайсинг? Это мод, который принесёт вашу шкуру сотрудника гражданской обороны во время Восстания. Мод включает в себя полную кампанию из 20 карт, уникальную сюжетную линию, новых врагов и оружия, полностью озвученный состав персонажа и саундтрек, написанный разными артистами. В целом, ничего нового, нас снова одевает в шкуру сотрудника ГО, как это было в Энтропизира, но тут всё более динамично из-за того, что нас закидывают в эпицентр Восстания. Прошёл мод и за 2,5 часа и получил спор на положительные эмоции. Мод в целом хороший, но из-за некоторых аспектов убивает сам себя, но давайте по порядочку. Маппинг и визуал. Начну именно с маппинга и визуала, потому что это первое, что бросается в глаза, когда ты заходишь в игру. Ну, смотрите, насчёт визуала у меня особо претензий нет. Всё выдержано в одном стиле, не 4К текстур на фоне низкополигональных врагов. В целом, у мода с этим проблем нет и мод выглядит как хороший мод. Также мне очень понравилась детализация и её исполнение в некоторых моментах. В начале игры не просто обычные глошники, но ближе к концу у одного разбит окуляр и иногда он даже моргает, что очень классно. Другой перевязал себя. В общем, такая детализация очень классная. Она добавляет живости миру и даёт понять, что персонаж живут не только в рамках сюжета и твоего прохождения. Ещё не могу не затронуть очень классную атмосферу в некоторых моментах. Например, на железнодорожном депо. Вот эта смесь заброшенного депо и дождя, она прекрасна. Или, например, вот этот пригород или что это. Мы тут хоть совсем чуть-чуть по времени, но из-за смеси города вдали и возвышающейся над городом цитаделью и ночи создаётся замечательный эффект. Ну вот про маппинг я не могу сказать таких приятных слов. Точнее могу, но не про всё. Смотрите, в моде маппинг очень спорный, потому что есть как и красивые локации, например, это локация подъезда к городу или железнодорожное депо, а есть и откровенно халтурные локации. Взгляните на эту локацию и на эту, вам не кажется, что где-то выложили душу, а где-то забили? Ну вот мне тоже так кажется. И в целом, это не было бы такой большой проблемой, если бы локации с откровенно плохим или пустым маппингом. В пустым я имею ввиду то, что локация вроде бы есть, но на ней нет ничего, ты не веришь, что она настоящая. И представьте себе улицу просто с тротуаром и плоскими стенами домов. Вот я примерно про это и говорю. В общем, я отошёл от темы. Локаций с откровенно пустым или плохим маппингом довольно много, и они постоянно мешаются. Тебе встречается то очень красивая и атмосферная локация, а сразу за ней такой себе среднячок. Потом откровенно плохая локация, снова очень красивая, а за ней опять плохая локация. А это уже простить особо нельзя, потому что такое количество халтурных локаций влияет на общее восприятие игры. Оружие. Автор уверял в описании к своему моду, что в моде будет новое оружие. Если он это писал в единственном числе, то претензий нет. В моде добавили лишь одно новое оружие, это МП-5К, и всё. Больше ничего нового вы не увидите в моде в плане оружия. Да, для некоторых пушек тут поменяли урон, разброса, дачи и прочие характеристики. Вон R2 начало стрелять исключительно очередью по 3 патрона. Но это не новое оружие, просто переработка старого. Но если честно, то дефицит оружия ты особо не замечаешь. То есть вот всего старого оружия и одного нового тебе хватает с головой. Хотя стоит отметить, что в игре есть очень много интересных локаций, где можно было выдать интересное оружие, но этого не стали делать. Новые враги. Тут такая же история, как и с оружием. Автор обещал нам новых врагов, но что мы имеем в моде? За всю игру было замечено лишь два новых противника. Зомбифицированный сотрудник ГО и прикрашенный повстанцем БТР Альянса. Да, в моде есть новые повстанцы, но от слова новые толком ничего не добавляется, потому что повстанцы взяты с энтропизира 2. Теперь более подробно о двух новых противниках. БТР Сопротивление, давайте так будут называть его, по сути является обычным БТРом Альянса и всё, отличается лишь его текстура. Но вот уже зомбифицированный сотрудник ГО куда интересней. С первого взгляда разрабы просто изменили модели звуки зомбайну, но нет, изменили его и дополнительную атаку. Зомбайн доставал гранату, а наш пациент достаёт Мэнхека, и не выпускает его, а держит в руке и использует его как пилу. И вот это реально круто и страшно, потому что пока он держит эту пилу без батареек, он на тебя бежит, и это реально страшно. А ещё страшно то, что вроде и добавили новых противников, но один из них это Повсанц из Энтерпизира 2, другой это просто прикрашенный БТР, но вот выделился только третий. Он вытягивает всё слово сочетание «новые враги». Я про зомбифицированного ГО, как говорил, если кто-то не понял. Геймплей. Что там по геймплею? На самом деле тут всё замечательно. Мод тебя постоянно прикидывает в разные локации, со своей атмосферой, головоломками и боями. В целом моде ты не заскучаешь по большей части, потому что ты изучаешь кого-то местного лидера, потом разгадываешь головоломки, потом ходишь по депо в дождь, отбиваешь атаку хедкраба, взорваешь вышку повстанцев, и в общем, мод постоянно держит тебя в напряжении. Ты то изучаешь, то дерёшься, то удивляешься, и за это моду респект. Сюжет. Я как обычно его не понял, опять всё на вашем английском языке, короче ужас, жду русификацию. Ладно, это просто я дурной, возможно сильно в него не вникал, но русификация правда бы не помешала. Кстати, мод тоже охранял, потому что в некоторых диалогах я не видел субтитров, хотя они были включены, так что мод тоже виноват. В целом, вот сейчас будет моё субъективное мнение, и оно никак не будет связано с сюжетом самого мода. Вот у меня лично такой идеал модов про восстание в Сити-17 или других городах. Как по мне, он максимально логичен и каноничен. Смотрите, можно сделать так, как в начале Энтропезера Прайсинг, но заметно дольше, чтобы раскрыть персонажей и главных героев, а также показать быт города. Но потом у нас происходит восстание, и сначала вроде все силы ГО за Альянс, так как вроде рядовые беспорядки, но когда это перетекает в полноценное восстание, я бы уже начал делить силы ГО на преданных Альянсу и дезертиров, и со временем вторых становилось бы всё больше. Но вот наш ГГ остаётся преданным Альянсу до конца, хотя остальные главные герои, так называемые друзья главных героев, дезертируют и пытаются переманить нас на свою сторону. Но мы до конца сопротивляемся этому. И тут дальше можно крутить уже любые приколы. Что мы там убили всех наших товарищей, только потом осознали всё. Или что мы их убили и остались за Альянс, или что нас убили. Короче, тут можно вертеть сценарием как хочешь, главное сделать просто такой мод. Вот как я считаю, мод по плюс-минус такому сценарию будет лучшим, так как он передаст всё настроение в ряда гражданской обороны, так как там служат люди, и они постепенно понимают, что падение Альянса неизбежное. А также будет максимально канонично, так как во время восстания в Сити-17 мы видели только одну группу Гоа, и то только под конец Half-Life 2 эпизод 1. В общем, берите на заметку, и кто реально сделает такой мод и сделает его качественно, готовь бесплатно пропиарить и с ног до головы облизать этот мод. Багов, кстати, тоже не было, хотя нет, нет, был один баг. Я вот когда подогнал поезд и сел в него, тот каким-то хером меня выкинуло тупо за карту и всё, сиди наслаждайся. Ну, в целом это не критичный баг, особенно если ты буквально минуты две назад сохранялся. Ну, больше баг не повторялся. А в целом это был единственный баг, который я поймал. В целом, моё личное мнение по этому моду такое, что мод неплохой, уж точно лучше, чем Хандаун за Фримен, даже по сюжету, который я не понял. У мода есть свои косяки, недоработки и прочие моменты, но есть очень много прикольных и крутых моментов, но я бы всё равно не ставил бы этот мод даже на один уровень с первым Энтропезира. Я бы сказал, что это DLC для первой части Энтропезира за делом на продолжение. В целом, пройти этот мод я советую. Ссылка на мод будет в описании, также ссылка на мой Телерам канал и на мой Дискорд тоже в описании. Если хотите, подписывайтесь.